А вас вообще кто-то просил помогать? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая страна хочет влезть в дела Таджикистана и якобы помочь. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Российская Федерация готова содействовать Кыргызстану и Таджикистану в решении пограничных вопросов в связи с обострением ситуации на границе двух стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Пишет ТАСС. Выражаем готовность к содействию сторонам в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя богатый российский опыт пограничного размежевания, в том числе с центрально-азиатскими соседями, цитируется заявление Марии Захаровой на официальном сайте МИД РФ. Да, по Украине это очень сильно видно. Также, согласно словам Захаровой, Россия призывает обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле и совместного пресечения любого рода провокаций. Как вы относитесь к тому, что нам готовы помочь в то время, как мы не просили этого делать? Да, Кыргызстан и Таджикистан пытались на полях ОДКБ и других организаций призвать страны выработать единый механизм взаимосвязи стран, находящихся в одном содружестве. Но они не просили никого вмешиваться в их ситуацию. Как вы ко всему этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Напомним, что в результате стрельбы в трех приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана погибли два таджикских военнослужащих, 11 человек, в том числе 6 пограничников и 5 местных жителей получили ранения. Между тем, официального подтверждения гибели или ранения таджикских пограничников нет. Официальные власти Таджикистана до сих пор не делали заявлений по поводу второго и третьего инцидента на границе. Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщила о ранении своих двух военнослужащих в результате вооруженного инцидента на кыргызско-таджикской границе. В настоящее время ведутся переговоры. В беседе глава Сагдийской области Раджабой Ахмад Зода коротко рассказал о ситуации на границе и об итогах переговоров сторон. «Результаты хорошие. Мы вернулись к прежней ситуации. Сейчас проблем нет. Люди живут мирно, спокойной жизнью. Мы провели переговоры с главой Баткинского района. Согласно решению сторон, все дополнительные силы, переброшенные к границе двух стран, в настоящее время выведены и ситуация находится под контролем», сообщил глава области по телефону. Далее связь оборвалась и комментарии услышать дальнейшее не получилось. Как вы относитесь к такой ситуации? К тому, что Таджикистан до сих пор никак на это не отреагировал. Если честно, то становится даже стыдно, что правительство никак не пытается объяснить народу, что произошло, почему это произошло и стоит ли вообще переживать. А как вы думаете, почему это все произошло на самом деле? Ведь официальной информации нет, но не могла же эта перестрелка, тем более три раза произойти просто так. Свои мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.